Паста с копчёной рыбкой Я люблю ранний ужин, а он сейчас будет есть попозже Итак, нам нужна половина луковицы Я порезала вот такими кусочками Здесь один зубчик чеснока Обратите внимание, я не выдавливала Я просто порезала его крупно, чтобы он не сгорел, а жарился одновременно с луком Здесь у нас копчёный семон Здесь у меня перец Здесь у меня соль с приправами Здесь называется галик И что тут ещё? Чили и галик соль Ну, можно любую, я вот такую И вот такие макароны Пине Вот такие крупные, Марк их очень любит Они с соусом будут очень хорошо Потому что такие большие дырочки И соус очень хорошо в эти дырочки заходит И получается вкусно Здесь у меня закипает водичка солёная для макарон Здесь у меня сковородка готова Вот опять с этим маслом Которое в себе содержит приправы Какую-то травку Это масло с чесноком и с травами Это масло мы покупаем в мясной лавке Они продают для того, чтобы делать галик-бред И вот я приноровилась Я с ним готовлю И нам очень нравится И добавлю И добавлю вот этих помидор Которые у меня остались со вчерашнего дня Вот пол баночки Мне как раз ему хватит на ужин Сейчас я добавлю в этот соус Паста почти Готово Вот смотрите Осталось несколько минут Сейчас я пожарю лук Высыпаю всё на горячую сковороду Лук и чеснок И всё это обжариваю Лук и чеснок сейчас поперчу И добавлю Вот эту соль С чили и с чесноком Вот эта новая сковорода Которую я делала обзор Ну неплохая Конечно разница чувствуется Вот для меня Как для Человека, который готовит Для повара Повара Как можно сказать Ну ничего Ничего Пойдёт Уже лук с чесночком поджарились Сюда я добавляю Помидорки И немножечко это Сейчас мы поджарим Выложим сюда готовые макарончики Которые уже почти готовы И добавим копченую рыбку Вот соус готов Смотрите как он Ужарился Макарончики готовы Макарончик готовы Макарончик готовы Макарончик готовы Ребята, это хорошо, хорошо, это прекрасно. Можешь ли я это или нет? Да, я буду. Я не хочу, чтобы она была вода. Мы не добавляем вода. Нужно немного. Тип немного, немного. Можешь контролировать? Да. Можешь. Дальше. Много, немного. Хммм. Пробуем немного. Много. Да? Это не что-то. Не годится. Дайте еще дальше. Жа-да. Очень хорошо. Не-ка что-то это. Затем? Ммм! Очень вкусно. Болодь. Вот и макарончики наши готовы. Сейчас мы еще добавим копченой рыбки сюда. И будет очень-очень вкусно. Копченую рыбку сверху. Сейчас мы перемешаем и будем все дорабрать. И вот наш очень быстрый блюдо готово. Очень вкусный. Занимает буквально времени столько, чтобы сварить макарончики. И очень-очень вкусно. Вот и все. Я бы еще добавил водички от макарон, но Марк не очень любит соус. Поэтому вот так. Вот это наши блюда готовы. Пока. Вот такую тарелочку сегодня я взяла для того, чтобы стервировать наш ужин. Это итальянская тарелочка специально для пасты. Здесь вот морепродукты. Даль, before you do this, you know that this particular dish, plate, has a recipe in it? Да, на дне этой тарелочки вот рецепт. То есть можно готовить. У нас целый набор таких тарелочек, одна большая для основного блюда. Вот любит он эти макароны, вот он ел бы их каждый день. Мы называем это пене, это одна из разновидностей. Макарон. Макароны. Макарон. Да, мы называем пене. 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 Обязательно краешки нужно вот так почистить, чтобы тарелочка выглядела хорошо. Вот сегодня мое блюдо, еще одно блюдо для вас. Паста с копченым сэмоном. Сверху можно посыпать черным перчиком и зеленым, зеленой какой-то травкой. Например, петрушка. Петрушка у нас в саду, за ней идти никому не хочется.